Денис, приветствую тебя! Очередной разбор технических фундаментальных, смотрим за рыночной ситуацией, делимся нашими наблюдениями, даем советы, как сейчас можно действовать, что покупать, что продавать, каких трендов присматриваться, в общем, как можно работать в моменте с тем, что есть на финансовых рынках. Мы с тобой традиционно делаем обзор самых, конечно же, высоколиквидных активов, очень много говорим про доллар, это хорошо, друзья, зная то, что происходит с долларом, вы можете прикинуть, в принципе, как будут вести себя рисковые инструменты против него. Поэтому можно, Денис, даже останавливаться только на одном активе, и этого будет достаточно, чтобы дать рекомендации по всему рынку Форекс. Ну, это, конечно же, такое небольшое религическое отступление. Нужно смотреть на системные факторы, безусловно, и по другим активам. Например, если ты не против, Денис, сегодня можем обсудить фунт. Вот у меня позиция сторонника жесткого выхода Англии из состава ЕС. Я по-прежнему за идею того, что определяющим для британца будет не поведение доллара, а вот именно риски, которые могут возникнуть для английской экономики, если все пойдет по этому негативному сценарию. Да и фунт, в принципе, безумно интересен сейчас, потому что пройти 200 пунктов, даже больше, за одну торговую сессию, потом все это выбрать обратно, это для него расплюнуть. Вот за этим мы как раз следим и за всем этим наблюдаем. Ну, ладно, давай тогда к тому, что в моменте демонстрации с меня. Классически начнем. Так, индекс доллара на ваших экранах, соответственно, все происходит так, как мы с Денисом ранее прогнозировали. Есть какие-то предпосылки периодически у покупателей перехватить инициативу, однако, в конце концов, медведи берут свое и в итоге индекс все ниже и ниже. 90-80, это уже мы вышли из нисходящего канала, самое время даже, возможно, изменить здесь техническую информацию, посмотреть что-нибудь на более, возможно, коротком таймфрейме, что-то будет интересное. Ну, на мой взгляд, друзья, учитывая тот фонд, который есть сейчас, это с конца прошлой недели участившиеся разговоры о новых фискальных стимулах в Штатах и, фактически, насколько я знаю, Конгресс будет рассматривать какое-то подобие этого фонда уже в рамках текущей пятидневки. То есть нужно держать короткие позиции, потому что неважно, сколько денег сейчас согласуют, важно с чего-то начать. Поэтому доллар падает сейчас только лишь на ожиданиях, потом, когда будут факты в виде конкретных пакетов фискальных стимулов, бюджетной поддержки, вот на этом мы, скорее всего, увидим еще больше распродажа, потому что новые деньги никак не могут ассоциироваться с ростом доходности американских облигаций. А без снижения доходности, точнее, без роста доходности американских трежерис доллар не сможет получить какой-то мощный драйвер для восстановления. Какая-то коррекция вполне возможна в рамках, опять же, нормального тренда. То есть, когда на мощном снижении временно переходит инициатива к игрокам, топящим за противоположную тенденцию, это тоже нормально. Но существенно выше 91 или, скажем так, выше 91.50, вот ты знаешь, Денис, я думаю, что индекс доллара в моменте вряд ли может уйти, скорее уж мы пойдем ниже на обновление поддержки в районе 90 пунктов. Как я уже отметил, можем посмотреть на динамику фунта. Чудовищная волатильность, вот даже у меня здесь четырех, точнее, часовой таймфрейм, вот хай выше 1.35.30 и в рамках азиатской сессии вчерашнего дня и части европейской мы видели, как фунт пролетел вниз на 200 пунктов. Опять же, вот эта мощная реакция, с чем была связана? Если, друзья, вы следили за новостным фоном, вы должны знать, что эти агрессивные распродажи настолько выражены, они последовали за сообщениями от Бориса Джонсона, премьера министра Англии, о том, что он готов вообще выйти из текущего обсуждения сделки по Брекзиту, потому что, ну, в прямом смысле, переговорщики АТС его бесят, не идут навстречу, не предлагают ничего конструктивного, не готовы смягчать требования для Англии, чтобы выйти на какой-то компромисс, и Англию это, конечно же, не устраивает. Но, с другой стороны, могу отметить то, что Англия ведь тоже не идет на уступки. Короче, здесь вот перетягивание каната, инициатива от одних к другим, а мы на выхлопе получаем только то, что до конца декабря остается, ну, фактически три недели, сделки нету, времени на согласование все меньше и меньше, а учитывая, как ухудшилась риторика в последние дни, я думаю, что все-таки есть куда больше шанс увидеть решение о жестком выходе, о котором я говорил неоднократно. Поэтому сегодня очень рискованная сделка, я думаю, что если мы окажемся ниже отметки 1.32.90, можно будет шортить до отметки 1.30, то есть фактически с потенциалом хода на 300 пунктов. И эта сделка как раз может быть актуальна и даже отработаться в рамках этой недели, потому что в четверг очередной саммит ЕС, где будут обсуждать вот то, что есть на данный момент по сделке о Брэкзите. И, ну, тянуть уже некуда, я думаю, что если в четверг и пятницу не будет никаких продвижений по этому вопросу, скорее всего, трейдеры очень негативно отреагируют на то, что происходит в плане политики в Англии. И даже плевать на динамику доллара, то, что он снижается и, по идее, он должен поддержать позиции на фунтах, все-таки определяющим триггером будет Брэкзит. Я иду против тренда. Денис, почти уверен, что у тебя другая будет сделка, потому что ты работаешь по тренду, хотя могу в отношении фунта и ошибаться. Но я все-таки вижу фунта гораздо ниже текущих значений. Так, что касается золота. Друзья, вот по золоту тоже очень интересная ситуация. Рост идет довольно мощный. Ранее я говорил о том, что восстановление – это вопрос самого ближайшего времени, там в районе отметки 1850. Сейчас мы уже котируемся выше. И вот четырехчасовой таймфрейм на ваших экранах, рядом скользящая средняя и уровень поддержки в районе 1850. Я думаю, что можно попробовать дождаться коррекции в районе 1850 для тех, кто не покупал раньше. И уже, друзья, не медлить. Ну сколько можно медлить? Уже наверняка упустили много возможностей по рынку золота. Больше их упускать не советую. Будет коррекция в районе отметки 1850, покупайте с целями 1950-2000, тем более, что сети буквально вчера еще раз обновили свои рекомендации на 3-6 месяцев на отметке 200-2200 по золоту. Ну, 200-2200, наверное, круто совсем. Но, например, 1950 и чуть повыше мы, скорее всего, увидим. И увидим мы так быстро на эти уровни, то есть так быстро восстановление золота, как быстро на рынок придут новости о вот этих мерах стимулирования, которые снова повысят риск инфляционного давления и сделают золото, вообще, наверное, привлекательным, как страховку от этих рисков. Денис, слово тебе передаю. Хорошо, Дима Сарасов, рабочего стола запустил. На самом деле у нас сегодня с тобой чуть больше общего, чем ты привык видеть и слышать по фунту. Ну, сейчас до него мы еще дойдем. Касательно евро. Евро с прошлой недели на отметке 1.21.75 нахожусь в продажах, там стоп совсем небольшой, 15 пунктов, и сейчас продажу удерживаю. Я лично считаю, что коррекция по индексу бакса уже вот-вот буквально назрела. Либо прямо сейчас, либо, возможно, еще через один такой выбор вверх, и затем уже на коррекцию. Потому что на прошлой неделе у нас в пятницу была экспирация месячных опционов, их очень глубоко в деньгах полы заэкспирировали, и когда открылся новый месячный контракт, то евро открылся прямо на верхних границах сразу же. Вот эта вот комбинация, когда открывается сразу же на границе, чаще всего она является разворотной, поэтому даже три мощных пола сейчас вверху находятся, как граничащие именно месячного контракта. А путы вообще черт знает где внизу, в районе 1.17.50. Поэтому я считаю, что сейчас могут нам немножко мозги поделать по евро и, следовательно, по баксу. Но конечная реализация все-таки будет вниз. Единственный момент может быть через небольшой перехай двинутый. То есть, что так, что эдак, я все равно склоняюсь к варианту коррекции. Собственно, по индексу баксов у меня такое же мнение, что точно так же коррекционно цена уже готова откорректироваться. Я не говорю о том, что это далеко, но где-то до 91.70-92. Вот сюда примерно может идти. То есть, в концепции общего снижения, это по большому счету мелкая внутренняя коррекция. То есть, если даже посмотреть последний цикл, начиная еще с конца сентября, то по большому счету эта коррекция будет процентов на 30. То есть, это не так уж и много, я считаю. И поэтому вполне возможно, что цена нам может ее показать. А вот касательно фунта, то зря так обо мне. Я в том, что по фунту я на прошлом нашем брифинге как раз озвучивал то, что для меня было важно, чтобы добили до границы рынка. Граница рынка у нас находилась на тот момент 1.3520. Цена благополучно туда добила. Плюс ко всему у нас здесь с помощью стратегических уравней, сейчас покажу, откуда они. Вот один из них – это 1 сентября. И второй уровень еще сформирован 12 декабря прошлого года. Два очень мощных стратегических сопротивления, которые формируют между собой цельную зону. Цена очень красивая. Зашла, даже сделала небольшой ложный пробой вверх на 25-26 пунктов. И затем полное перекрытие прошлого сегмента. Это очень крутая комбинация на самом деле. И если эту комбинацию все-таки разыграет так, как в большинстве случаев происходит, то мы получим действительно мощный шорт. Единственное, только в плане целей. Но я пока целюсь в район 1.31. То есть это у меня как ближайшая цель. Планирую с нее взять озвученные тобой 300 пунктов, только у нас немножко разные уровни для этого. Я бы советовал в районе 1.34.10 и 1.34.50 вот в этом районе искать продажи, потому что это как раз будет верхняя граница прошлого сегмента. Плюс ко всему и зона продавцов сюда попадает. Плюс ко всему точечные вливания здесь тоже есть. Сейчас перейду на часовой тайм, и они сразу отобразятся. Вот у нас в прошлом очень мощные вливания как раз продавцов были сделаны. И даже по футпринту видно, что основная активность в этой свече была вверху сформирована. То есть это опорная свеча. И плюс к этому всему ее благополучно тестировали, сформировали зону вращения, пробой вниз и ретест этой же области. Очень часто комбинации очень классно расторговываются. Сейчас фактически цена вот очень такую забавную картину рисует. Черное-белое, черное-белое. Такое, как зебра на дороге. Что-то напоминает в таком виде на часовом границе. А если в целом вот эту комбинацию сейчас тоже смогут расторговать, например, вниз, ну круто, тогда на коррекции можно будет прямо с этой области продавать. Вчера у нас появился тоже очень крупный объем, но он был по большей части откуплен, хотя объемы сосредоточены, в принципе, по всей свечке. Но агрессивные, точечные, вот очень хорошо видны, где они. Ну, как таковой реакции, сказать, что прям была какая-то сильная реакция, особо нет. Ну, короче, я точно так же, как и ты, за шорт. Тут даже у меня дело не в Brexit, а скорее в общей технической картине. Хотя Brexit тоже добавляет свою изюминку в это. И, насколько я помню, там до 10 или, по-моему, 11 декабря они должны дать очередной вердикт. Они снова будут сопли жевать, снова опять ничего не сделают, не смогут договориться и так далее, и так далее. И все это будет еще до 2021 года. Поэтому, естественно, негативно для фунта. Так что сейчас мы с тобой четко в одном направлении смотрим. Что касается золота, я тоже тебя поддерживаю в этом плане, что коррекция здесь уже, как по мне, внутренняя коррекция очень даже возможна, потому что цена зашла в область предыдущего сильнейшего сопротивления профильным. Это еще с прошлого контракта оно взято. И, собственно, на коррекции вниз у нас есть очень хороший диапазон поддержки. Так что через коррекцию запросто могут вырасти на 1900. Все-таки нужно же наказать тех, кто активно золотошортил. Да и в целом, если даже посмотреть на картину, то не забываем о том, что у нас общее движение вниз по золоту, которое еще с августа месяца началось, оно у нас все-таки носит коррекционный характер относительно того роста, который был до этого сделан. Поэтому, в принципе, с учетом этого роста цена, получается, только 50% откорректировалась, что, в принципе, вкладывается абсолютно в норму. Поэтому по золоту я бы советовал действительно искать покупки, но в районе примерно 1840, как по мне, хорошего. 1850, конечно, цена с огромной вероятностью пройдет, а вот 1840 уже будет реально интересно. И отсюда новые покупки с целью в районе 1900. Вот такое мнение и по золоту, по фунту, ну и, собственно, жду евро. Денис, спасибо тебе. Ну, видишь, был неправ по фунту. Я даже прям рад, что у нас с тобой совпала точка зрения, значит, уверенность будет больше. Ждем тогда и отработку техники, и так, чтобы звезды сошлись по фундаменту, чтобы Brexit притопил фунт. Это просто уровни действительно по профитным ориентирам разные, но будем их корректировать уже в зависимости от того, как быстро пойдет вот это снижение на распродаже. Тебе спасибо. Главное, чтобы думать пошло. Точно. Спасибо, что смог найти время. Хорошей недели. Следующий эфир, это четверг. Поговорим там, где будет фунт к тому моменту. Думаю, что... Ты правильно отметил, что дедлайн до конца этой недели очередный, хотя 100% снова изменят. Но каждый раз, когда фунт отбирается к очередной временной отсечке такой, волатильность усиливается. И кто знает, рано или поздно ведь это должно все закончиться, правильно? Почему бы не прикинуть и предположить, что это не закончится? Когда-нибудь, да. Да. Главное, дожить до того, как это закончится. Это точно. Спасибо тебе. Пока. Тебе спасибо. До четверга. Пока-пока. Продолжение следует...